На нашей древней щедрой земле на протяжении многих веков мирно жили представители разных наций и народов, культур и религий. Узбекскому народу свойственны гостеприимство, щедрое сердце и толерантность. Уникальный менталитет народа стал важным источником мирной жизни на нашей родине. Доброта и великодушие, гуманизм и сострадание, сформированные веками, высокие нравственные качества узбекистанцев, которые прошли проверку в самые трудные исторические времена и укрепили волю людей. Этой теме посвящен Музей дружбы народов и религиозной толерантности, открывшийся по поручению президента Узбекистана о создании музейного квадрата в Самарканде. При входе в музей можно прочитать высказывания великих деятелей, ученых, писателей и поэтов, призывающих к религиозной толерантности. Идея выставки состоит в том, чтобы показать Самарканд, что он является с древнейших времен до сегодняшнего дня, был и остается центром толерантности, центром дружбы народов, потому что Самарканд всегда был сердцем великого шелкового пути. Суза стекались люди со всего Востока и Запада для того, чтобы обменяться товарами. Но торговля предусматривала не только обмен товарами, это был обмен связями, это был обмен какими-то обычаями, которые воспринимало и местное население, которое жило, и люди, которые приходили. Поэтому он всегда был в центре этих событий. Как рассказывают сотрудники музея, Самарканд в переводе с древнес-акдийского языка означает «место встречи». Когда люди шли с запада на восток, то останавливались именно в Самарканде, чтобы укрепить торговые связи. Благодаря этому происходило впитывание и слияние культур, обмен обычаями и традициями. В музее собраны предметы разных культов и религий, которые исповедовались на территории Самарканда еще с древнего периода. Недаром наша выставка начинается с древнего периода, когда в Самарканде исповедовали разные культы и религии. Здесь был буддизм, который, конечно, был распространен на юге Узбекистана, но буддистские монахи ходили, конечно, тоже и по Самарканду. Здесь был зороастризм, поэтому мы поместили здесь кусочек атосуария. Здесь было христианство, нестырианского толка. Недалеко от Самарканда до середины XI века существовал христианский монастырь. И предметы с этого монастыря мы увидим. Кувшинчик с христианским крестом, нестырианскую надпись мы увидим. На сегодняшний день в Узбекистане проживает представитель 130 наций и народностей. Действует 144 национальных культурных центра. В нашей экспозиции мы постарались показать часть из этих культурных центров, их какие-то обряды, их обычаи, их костюмы. Мы видим здесь несколько костюмов. Армянский национальный традиционный костюм, азербайджанский традиционный женский костюм, корейского центра праздничный выходной костюм мужчины и женщины, кореянки, вот и корейца мы видим здесь. И здесь связан последний, это у нас баварский национальный костюм немецкого культурного центра, польский культурный центр. Мы видим здесь, посмотрите, костюм мужчины и женщины, и посмотрите, очень интересные вещи, которые привезли с собой поляки еще в конце XIX-начале XX века, они связаны на производство Варшавы. Русский костюм, татаро-башкирский костюм, турецкий костюм. И вот в последней витрине это свадебный костюм бухарских евреев. На выставке представлены экспонаты из фондов Самаркандского, Бухарского музеев и Ташкентского музея искусств. Различные материалы, одежда, предметы быта, священные книги, представляющие различные религии. Немецкий культурный центр передал музею немало предметов на постоянное пользование. Например, это гармонь, которую привезли с территории Поволжья во время Второй мировой войны. Музыкальная шкатулка, играющая и по сей день. Центром экспозиции является отдел, посвященный гуманизму узбекского народа в годы Второй мировой войны на примере семьи Шуахмада Шумахмутова. Каждая семья потеряла кого-то в этой войне. И Узбекистан стал общим домом для всех. Сюда привозили раненых, они лечились в госпиталях и отправляли их на фронт. Сюда приезжали эвакуированные семьи. И последним куском, что называется, хлеба узбекистанцы делились с ними. И детей, которые остались без родителей, их приняли в узбекские семьи. Они воспитывались как родные дети. И вот мы видим здесь, как символ, видите, они сидят, пьют чай, едят лепешки. Они стали действительно родными детьми. Вызывает интерес Самарканд, изображенный на почтовых открытках разного периода. Самарканд можно увидеть и в галерее, в работах молодых участников прошедшего конкурса. Самарканд всегда был, есть и будет центром туризма. Он интересен не только историческими памятниками, но и местами паломничества, куда съезжаются люди со всего мира, а дать дань уважения знаковым личностям. Этой теме посвящен отдельный уголок. В музее можно узнать много интересного, связанного с жизнью народов многонационального Узбекистана, в частности, Самарканда. Общими усилиями научных сотрудников, хранителей и экскурсоводов организовано все так, что знакомишься с историей на вполне доступном языке. Выставочное пространство ярко иллюстрирует историю, что способно заинтересовать даже маленьких посетителей. Оно расположилось в историческом здании на Самаркандской улице Камола-Утатюрка.